В студии канала РТН Наталья Быстрицкая. Это вечерние новости и мы продолжаем. В дом проводятся расследования. Президент Байден во время инцидента отсутствовал. Еще на минувшей неделе он отправился в загородную резиденцию Кэмп Дэвид. И наша рубрика пока верстался номер. Международное агентство по атомной энергии заявило, что его инспекторам необходимо проверить всю территорию, оккупированную российскими войсками Запорожской АЭС, чтобы подтвердить, что там нет мин или заложенной взрывчатки. Находящиеся на станции эксперты запросили дополнительный доступ на объекты станции, в частности, на крышу третьего и четвертого реакторов, а также машинные залы и некоторые помещения системы охлаждения. Изучив спутниковые снимки, эксперты не смогли подтвердить правдивость утверждений украинских властей о том, что российские военные разместили на крыше станции объекты, напоминающие взрывные устройства. МАГАТЭ уже провела частичные инспекции, но его руководитель Рафаэль Гросси заявил, что напряженная ситуация, сложившаяся вокруг АЭС и взаимные обвинения в подготовке взрыва на станции сделали более широкий доступ независимых экспертов на объекты станции крайне важным. И в продолжении темы Зеленский дал интервью каналу CNN и заявил, что половина населения России поддержала Пригожина во время мятежа ЧВК «Вагнер» и что теперь Путин сделает все, чтобы укрепить свою власть в стране. По данным украинской разведки, Кремль провел анализ ситуации и увидел, что глава ЧВК поддерживает значительная часть россиян, которая начала всерьез сомневаться в адекватности власти. В этом же интервью Зеленский коснулся ситуации на Запорожской атомной электростанции, но считает, что ради перелома в ходе войны и достижения своих целей Москва способна на совершенно безрассудные действия. Он также напомнил, что российская сторона всячески пытается дать понять, что угроза диверсии сходит со стороны Киева. Курс российской валюты на московской бирже впервые с марта прошлого года упал до 91 рубля за доллар. За один евро дают уже почти 100 рублей. Аналитики связывают это с последствиями мятежа Пригожина на фоне ухудшения финансовой ситуации в целом. С начала года рубль упал по отношению к доллару на 18%, что является одним из худших показателей. При этом россияне продолжают выводить деньги из страны. Политический кризис повысил привлекательность доллара, вызвав дополнительный отток средств в иностранную валюту и зарубежные банки. ОПЕК пригласила Азербайджан стать постоянным членом организации, сообщил ее генеральный секретарь Хайсам Альгайс. Он не стал говорить, какой ответ дал Баку, который входит в коалицию ОПЕК+. Такого рода вопросы иногда поднимаются, но в настоящее время мы это не рассматриваем, сказал чуть позднее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. Сейчас Шахбазов участвует в семинаре, где было заявлено о призыве увеличить число участников ОПЕК+. Власти Великобритании запретили фонду помощи пострадавшим от войны в Украине использовать за пределами Украины деньги, полученные от продажи Абрамовичем футбольного клуба «Челси». Об этом заявил глава фонда, бывший исполнительный директор UNICEF UK Майк Пенроуз в статье для «Таймс». Пенроуз напомнил, что все средства, вырученные Абрамовичем от продажи клуба, были переданы в их фонд, который должен перенаправить деньги жертвам войны в Украине и ее последствия. При этом местоположение жертв не указывалось. С этими условиями согласилось британское правительство. Год спустя правительство сообщило фонду, что из-за соглашения с Евросоюзом деньги будут переданы только в том случае, если фонд согласится ограничить расходы географическими границами Украины. Любые запросы о том, чтобы направить деньги украинцам за пределами Украины или семьям, принимающим пострадавших в других странах, в том числе в Великобритании, рассматриваться не будут. Глава фонда отметил, что таким образом не получится помогать беженцам, которым пришлось покинуть Украину. По словам Пенроуза, косвенным следствием войны является огромное количество беженцев в других странах. Они и так живут в нестабильных условиях, испытывают большие трудности. Теперь, согласно условиям правительства Британии, фонд не сможет ни облегчить эти проблемы, ни привлечь международных экспертов. Он назвал почти бессовестную идею, при которой около 2,5 миллиарда фунтов не смогут потратить на помощь самой уязвимой группе людей, где бы они ни находились. Санкции против Абрамовича были введены Великобританией и Евросоюзом в марте прошлого года из-за его связи с Путиным. Сам Абрамович отрицал финансовые связи с Кремлем и подал в суд, чтобы отменить ограничения. Украинское правительство внесло Абрамовича в свой собственный санкционный список. В январе Wall Street Journal сообщало, что Абрамович продолжает участвовать в переговорах между Украиной и Россией, но украинские, американские и европейские официальные лица не ожидают, что он может играть в этих переговорах ключевую роль. Билл Гейтс сформулировал четыре совета, которые позволяют ориентироваться людям для достижения личного успеха в жизни. Итак, не сравнивайте себя ни с кем в этом мире. Если вы так делаете, вы оскорбляете себя. Бизнесмен считает, что сравнение себя с другими – это ловушка для дальнейшего развития. Это приводит к неуверенности и лишнему беспокойству. Второй совет Гейтса состоит в необходимости ценить ошибки и учиться на них. Праздновать успех приятно, но гораздо важнее извлечь уроки из неудач. По мнению миллиардера, успех зачастую воспринимают в категории «все или ничего». Такая трактовка порождает страх неудачи и препятствует попыткам экспериментировать в своих делах. Также Гейтс рекомендовал человеку брать ответственность за свою жизнь, в том числе и в вопросах личной финансовой независимости. «Если ты родился бедным, это не твоя ошибка. Но если ты умрешь бедным, это твоя ошибка», – подытожил Гейтс. В продолжении темы понятие «Американская мечта» вошло в обиход из книги историка Джеймса Труслоу Адамса «Эпос Америки», вышедшей в 1931 году. Позже оно приобрело большую популярность в увязке с речью Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Изначально под этим выражением подразумевалось не только благосостояние, но и определенный набор идеалов. Сам Адамс на этом настаивал, подчеркивая, что достаток – это еще не все. В исследовании «Хард Групп» осуществление «Американской мечты» связывается с приобретением дома. Основными слагаемыми мечты по результатам опросов оказались обеспеченная старость, успешная карьера, создание собственной семьи, свободный выбор образа жизни. Национальная психологическая ассоциация обнародовала итоги очередного исследования стресса в Америке. И почти две трети респондентов, 63%, заявили, что тревожатся или сильно тревожатся по поводу будущего страны. 59% опрошенных не припомнят, когда положение дел было хуже, чем сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok